Нет привязанностей, нет страданий. Каждый, кто глубоко осознает и реализует на практике эту простейшую формулу, обретёт ни с чем не сравнимое благо. Казалось бы, что сложного? Ни к чему не привязывайся, и будет тебе счастье. Но стоит начать двигаться в этом направлении, как мы понимаем, что на деле всё оказывается гораздо сложнее, чем может показаться в начале пути. Каждый день мы расстраиваемся из-за незначительных мелочей. Разбили любимую кружку, порвался шнурок, опоздали на автобус, на наше приветствие не ответили, нагрубили и т.д. А порой мы впадаем в печаль из-за того, чем даже и не владели, привязавшись к чужому обещанию или уверовав в собственную труднодостижимую идею. Однажды и много лет назад мы с моей женой и сыном Ильёй, которому было тогда 9 лет, катались на лодке, он начал увлечённо рассказывать нам об электронном планшете, как его везде можно брать с собой, играть на нём в игры, смотреть мультики и т.д. В то время он отдыхал в лагере, и очевидно, кто-то в отряде имел такой гаджет. Зависть штука заразная, и понятное дело, Илья тоже себе захотел подобный девайс. Решив, что мы обязательно реализуем его мечту, в своих мыслях он уже обладал этим устройством, привязавшись к тому, чего по факту у него нет. Однако, покупка планшета в наши планы не входила, мы не разделяли его идей, по известным причинам. Естественно, Илья расстроился. Вот вам пример, как можно страдать даже из-за того, чем не обладаешь. Я раньше был художником, и за несколько лет написал серию весьма трудоёмких и необычных картин. Естественно, мне хотелось продать их по достойной цене, и спустя некоторое время я такую цену определил. Для тех, кому оригиналы были не по карману, я печатал доступные каждому копии. Время от времени мне звонили предположительно богатые люди и говорили, что им нужен именно оригинал, и они готовы его купить, но не прямо сейчас, а спустя неделю или месяц. Воодушевлённый таким признанием, я начинал представлять, куда потрачу деньги и мнить себя великим художником. В моей голове витал бриллиантовый дым. Но проходила неделя, месяц, и потенциальный клиент пропадал. Я помню, что всегда было сложно мириться с действительностью, ведь в своих мечтаниях я уже потратил как минимум часть щедрого вознаграждения. Картины были дорогими, и понятное дело, очередь за ними не выстраивалась. Тем не менее, не все обещания оказывались пустыми, и мои труды всё же покупали, хотя и не так часто, как хотелось бы. Со временем я приобрёл очень важный навык – никак себя не накручивать и сохранять абсолютное равнодушие к любым обещаниям до того момента, пока деньги не окажутся у меня в руках. Я сказал себе – нет фактической покупки, нет сделки. Ничего не изменилось и не произошло. Просто какой-то человек сотряс воздух несколькими словами, и всё. Это был первый шаг к реализации вышеизложенной формулы, сделав который, я наконец обрёл внутренний покой, по крайней мере в своём творческом деле. Эта реализация в разной степени распространилась и на все остальные сферы жизни, и по сей день я стараюсь ничем и никем не очаровываться, чтобы потом не разочаровываться, и вообще не питаю иллюзий, и никогда себя не накручиваю. Наверняка у каждого из вас есть знакомые или друзья, которые любят строить грандиозные планы и никогда их не воплощать. Среди моих знакомых таковые имеются. Каждый год, как правило зимой, они планируют пойти со мной в поход или отправиться в велопутешествие, но когда приходит лето, их практически невозможно оторвать от повседневных забот, не то что для похода, но даже для небольшой прогулки. Если бы я ориентировался на таких людей, то и сам бы никогда и никуда не собрался. Поэтому я предпочитаю путешествовать один, и давно уже не строю долгосрочных планов. Действую очень просто, захотел и поехал. Кто желает, может присоединиться, а нет, так нет. Безусловно, привязанности – это самое вредное, что может быть, и первое, от чего следует избавляться. Чем больше привязанностей, тем больше страданий. Пока мы считаем что-то своим, обязательно будут проблемы при утрате этого. Возьмём, к примеру, то, что нам ближе всего – тело. Пока мы молоды и красивы, здоровы и энергичны, у нас всё хорошо. Мы привязываемся к нашему замечательному, молодому и сильному телу, и с его помощью наслаждаемся жизнью. Но годы летят, и тело начинает портиться. Силы уже не те, красота стремительно увядает. Мы впадаем в депрессию, тратим много денег на всякие крема и косметические операции. Проще говоря, всячески пытаемся приукрасить этот труп. Но природу не обмануть. Иллюзия молодости – это лишь иллюзия молодости, как ни крути. Яблоко можно отполировать воском, но внутри оно всё равно сгниёт. Особенно страдают от потери привлекательной внешности медийные личности, в большей степени, конечно, женщины. Для них потери привлекательности – это настоящая трагедия, которая порой заканчивается глубокой депрессией, пьянством или даже самоубийством. Казалось бы, почему так? Разве люди настолько глупы, что ничего не знают о естественном старении? Оглянитесь вокруг – стареют все. Так почему мы отказываемся принять этот факт? Почему не подготовиться к этому заранее, избавив себя от лишних потрясений? С телом всё равно придётся расстаться, и совсем не обязательно, что в конце жизни. Человек покупает себе машину, и, привязавшись к ней, подобно тому, как душа привязывается к телу, страдает, когда его любимый железный конь, вследствие аварии или вандализма, оказывается повреждённым. Человек так и говорит – «меня задели, или в меня въехали». Но когда он свой автомобиль продаёт, его совершенно не волнует его дальнейшая судьба. Почему? Потому что с автомобилем его больше ничего не связывает, и подсознательно он себя с ним не отождествляет. Мы целый год работаем, копим деньги и ждём отпуска, надеясь отправиться на юг и оторваться там по полной. Но приезжая на отдых, всё оказывается не так, как планировалось. Первые три дня мы провели в номере на унитазе, наевшись немытых фруктов, потом напекло голову, нам нагрубили, мы потеряли кошелёк, опоздали на экскурсию и т.д. В результате – скорбь и печаль. Мы знакомимся, влюбляемся и надеемся, что со своим избранником или избранницей не расстанемся никогда и умрём в один день. Она моя, он мой, говорим мы, и мир предстаёт нашему взору в розовых тонах. Но уже через месяц нас бросают, и мы понимаем, что человек, к которому мы так привязались и считали его чуть ли не своей собственностью, строит отношения с другим, возможно, даже о тебе и не вспоминая. Примеров можно приводить бесконечное количество, но и этих достаточно, чтобы понять, что именно привязанности являются причиной любого страдания, и чем сильнее привязанность, тем тяжелее утрата. Важно понять, что ни к чему не привязываться вовсе не означает отдавать всё, что у вас попросят, или попытаются отобрать силы. Конечно, есть великие святые, отречённые монахи, у которых просто нет своей собственности, и отнимать у них, по сути, нечего. Они ни к чему не привязаны, и отдадут любому свой посох или старый котелок. Но большинство из нас не на таком уровне, и нам приходится определять границы – это моё, а это твоё. Мы имеем полное право сражаться за то, чем владеем, в рамках разумного. Но, утратив это по тем или иным причинам, не нужно скорбить. В этом суть. Например, если родственник серьёзно заболел, необходимо его лечить по мере сил и возможностей. Но ни в коем случае не следует думать, что результат лечения зависит от тебя или врачей, и что наш родственник будет жить вечно. Нужно делать всё, что требуется, но не привязываться к результату и не форсировать события. А что касается любой материальной собственности, то жизнь дороже самого драгоценного бриллианта, и только глупец будет рисковать своей жизнью, пытаясь сражаться за временные ценности. С вещами вроде всё понятно, но а как же любовь, спросит пытливый читатель. Как развивать отношения с близкими людьми, параллельно развивая отрешённость к ним. И тут мы подходим к самому важному. Развивать отрешённость следует только к бренной материи и результатам материальной деятельности. Но никто не заставляет вас не любить вечную душу, каковыми все мы являемся. К сожалению, большинство людей думают, что любят и заботятся о своих родных. Но на самом деле, они даже их никогда не видели, потому что душа очень мала. Мы любим тела и заботимся о телах, потому что душа не нуждается ни в еде, ни в одежде, ни в лекарствах, ни в утешительных беседах. Любить душу можно и нужно, но даже к вечной душе не следует привязываться, потому что после смерти тела душа перестаёт себя с ним отождествлять и уже не является для нас ни другом, ни отцом, ни матерью, ни сестрой, ни братом. Ей нет никакой гарантии, как говорят веды, что мы, оставив своё тело, встретимся когда-нибудь с душой, к которой привязались. А даже если и встретимся, то совсем в ином амплуа. Привязанности – это не всегда плохо. Всё зависит от того, к чему или к кому мы привязаны. Например, привязанность к духовному процессу, который очищает душу от иллюзии, повторения мантр, чтения священных писаний, аскезы, проповедь и т.д. очень благоприятна и дарует всевозрастающее счастье. А привязанность к чему-то бренному приносит печаль. Существуют духовные традиции, которые утверждают, что не следует привязываться абсолютно ни к чему. Например, буддизм или маеваде. На первом этапе они слушают своих учителей и привязаны к духовному процессу, но затем отбрасывают все привязанности, и в первом случае, как они сами утверждают, растворяются в пустоте, а во втором – в Боге. Однако существует и более естественный и, как говорят веды, единственно верный путь, который рекомендует нам не лишать себя всех привязанностей, а привязаться к вечному Богу, а точнее к его личностному аспекту. Точно так же, как лучи солнца зависят от солнца, лист от дерева, а палец от тела, душа зависит от Бога, и если привязаться только к нему, то вы никогда не будете разочарованы, и пробудив в себе любовь ко Всевышнему, вы естественным образом будете проливать эту чистую беспримесную любовь на всех остальных. Вследствие такой привязанности, однажды оставив этот бренный мир, раз и навсегда освободившись от круговорота рождений и смертей, вы обязательно достигнете общества Всевышнего, самого прекрасного и милостивого существа во всех мирах, и навеки останетесь с ним. Субтитры создавал DimaTorzok